В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу. Журналист информационной службы, я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. В минувшие выходные выстрелом в грудь был тяжело ранен известный одесский активист Олег Михайлик. Нет охоти на активистов. По таким лозунгам около сотни горожан собрались на акцию протеста под стенами областного управления национальной полиции в минувшее воскресенье. Огромный тополь рухнул во дворе жилого дома на польском спуске. Департамент городского хозяйства запретил жильцам возвращаться в квартиры и не предоставил временного жилья. Одесская мэрия внезапно озаботилась проблемой отсутствия остановочных комплексов. В Одессе продолжаются нападения на людей, несогласных с действиями нынешних городских властей. В минувшие выходные произошло покушение на жизнь известного общественного активиста Олега Михайлика. И этот случай уже вошел в историю города как своеобразная точка невозврата. В субботу, 22 сентября, активисты собираются на пляже Лонжерон, где проводят акцию по сносу строительных конструкций. Олег Михайлик – один из участников акции. И уже через несколько часов поступает страшное известие. В Олега Михайлика стреляли. Стреляли на поражение. Напад був скоєний прямо біля дому, десь біля дому Олега, а живе він абсолютно поряд з головним управлением Нацполіції в Одеській області. Це перше. Доставлений він сюди був в состоянии абсолютно критичному, тобто плюс-мінус п'ять хвилин вишивалось життя людини. По-друге, поранення в огнестрельне, в огнепельне поранення, поранена рука и проникаючи поранення грудної клітини. Лікарі кажуть, що був він, скажемо так, в дуже важкому, тяжкому стані. Кажуть, що зараз їм вдалося стабілізувати його стан, але він не знаходиться в свідомості. Нескільки десятков активістів всю ніч дежурять під реанимацією, де знаходиться Олег Михайлик. Несмотря на шок, в якому знаходяться друзі і близкі активіста, більшість з них, у Валіга, стріляли для того, щоб убити. Як ви думаєте, хто це мог був? Я практично не сомневаюсь, я можу назвати трьох, три фамилии, ответственні за сьогоднішнє притуплення. Це мэр города Одеси Геннадий Труханов, і це представители правоохранительних органів у нас в городі. Генерал Дмитрий Головин, начальник головного управління національної полиції в Одесській області, і областной прокурор Олег Зученко. То є ви маєте віду, що по заказу цих людей в Олег Зученко? Що касається головина Зученко, я считаю, що вони исполнители, і на їх совість лежить розгул притупності в нашому городі, пістоянне нападення на активістів, які ми з вами, то є це либо попустітельство, либо прямове створючання. Виновниками сьогоднішнього притуплення я називаю мэра города Одеси Геннадий Труханова. Состояние активиста крайне тяжелое. Ранення в плечо і грудь. Пуля застряла в легком. Он потерял много крові і пережив кліническу смерть. Більше литрів крові в генеральной полости. Сердце не задето. Тут пуля там. Щас ми йдем, посмотрим, де вона є. На данному етапі больной вводиться із шоком. І вже коли буде стабільний, будемо смотреть по необхідності, як доставати її чи не доставати. Поки врачі борються за життя Олега Михайліка, на місці покушення на вулиці Осипова дежурять нескільки активистів. По їх словам, несмотря на то, що само притуплення произошло буквально в парі десятков метрів від обласного управління нацполіції, правоохоронители прибыли на місце спустя почти полтора часа. Коли ми прибули на місце, поспілкувалися з хлопцем, який перебував весь час там. З'ясувалося, що правоохоронці прибули на місце та почали слідчі дії приблизно через півтори години після того, як було скоєно напад. Спочатку вони навіть не очіпили всю територію, яка може мати істотне значення для слідства стрічкою. І було виявлено приблизно в 30-20 метрах від магазину обжора ще сліди крові. Находящийся на місці проїшествия прокурор Олег Жученко так і не змог ответити на многочисленні питання журналистів. Чи є інформація, з чого в нього стріляли? Чого використовувалося? Попрошу. А коли примірно відбувся цей замах натоп? Біля 9-го години вечора. Оскільки ми розуміли з того, що зараз робиться, він доволі велику дистанцію пройшов самостійно вже після того, як отримав поранення. Ви можете? Ми виглядом встановлено, напевно, від магазину і до його підвезення. На даному час, на жаль, це все. Будемо інформувати о своїй спілі. То, що следственні дії, необхідні обгадження, місто, притуплення, і експерты появились позже. І собаку вызвали брати вслед, а появилось де-то через час. Більше, ніж через час. Час десять, час двадцять, можливо. Ну, через час приїхало начальство, і зображалась така вже діяльність активна. То есть, ну, ви розумієте, о чому речі. Утро, 23 сентября. Состояние Олега стабильно тяжелое. Пуля по-прежнему в легком. Из реанимации его перевели в обычную палату. Спустя сутки после происшествия правоохранители так и не назвали возможных версий. Впрочем, у самих активистов сомнений по этому поводу никаких нет. Олег отстаивает один из ключевых моментов. Это отстаивание в суде преступного зонинга, благодаря которому, возможно, все современные многочисленные махинации со стройками городской власти, которые нам известны. А получал ли он угрозы когда-нибудь до этого, до включившегося? На него уже были нападения, угрозы он получал регулярно. На лечение Олега Михайлика нужные средства. Просьба откликнуться всех неравнодушных граждан. Расчетный счет «Приватбанка» вы видите на своих экранах. Покушение на жизнь Олега Михайлика всколыхнуло многих неравнодушных граждан. Нет охоти на активистов. Под таким лозунгом около сотни горожан собрались на акцию протеста под стенами областного управления национальной полиции в минувшее воскресенье. Главное их требование – отставка глав силовых ведомств Одессы. Спустя сутки после покушения на Олега Михайлика около сотни одесситов собрались на акцию протеста под стены областного управления национальной полиции. Об этом было известно еще накануне. И из этого никто не делал секрета. Было понятно, что покушение на Олега Михайлика стало, что называется, последней каплей у многих одесситов. Как и все, наверное, которые здесь пришли сюда, ну, возмущает то, что уже сколько этих активистов, сколько уже. Вначале избивали, потом подрезали, теперь стреляют, а завтра, что гранаты бросать или гранатометом будут обстреливать. Все хуже и хуже. Никаких действий со стороны правоохранителей. Ходят сюда, потому что создается в них стойкое ощущение, что гражданское общество Одессы пытаются подавить. Я понимаю это ощущение, я не хочу строить конспирологические версии, что там просто взяли всех, заказали. Я их не строю, но такое впечатление создается, потому что сильно много нападений за последнее время. Почти полтора десятков покушений на одесских активистов, и ни одно из них по-настоящему не раскрыто. И вот огнестрельное ранение Олега Михайлика, целью которого было не запугать, уничтожить активиста. И понятным было желание людей увидеться с главой полиции. И главное, услышать его. Но, видимо, у главного полицейского города желания были абсолютно противоположными. И почти своим вниманием гражданское собрание он не нашел возможным. Будем называть вещи своими именами. На Олега было совершено из-за его активной политической и общественной деятельности. Олег не молчал, Олег был в первых рядах. И он говорил, что, к сожалению, вот это здание, возле которого мы сейчас находимся, что его руководители и областная прокуратура, что они не выполняют свои функции по защите интересов общества. Они не защищают общество от преступности, от коррупции, а выполняют на сегодня просто приказы или заказы действующей одесской городской власти. По сути дела, помогая этой власти на сегодня деребанить и грабить наш город. Сращение преступной власти и покрывающие их преступления правоохранительной системы заставляет одесситов требовать отставки глав профильных ведомств, областной национальной полиции, головина и прокурора области Жученко. На мой взгляд, совершенно очевидна первая версия, что господин Галантерник – это первый подозреваемый, с моей точки зрения. И, на мой взгляд, конечно, в Одессе этим рядом кто-то будет заниматься. Будут приниматься, конечно, очень большие усилия для того, чтобы поднять этот вопрос на уровне Украины в целом, а не только Одессы. У многих активистов возмущение вызвал не только факт отсутствия главного полицейского города на акции, но и то, что даже охрана Олегу Михайлику была предоставлена после неоднократных обращений его друзей. Ничего не очевидно, люди ходят, гильзи не знали, там уже невідомо, хто там попорпався, пройшло півтори години. Вони йшли туди дуже довго, хоча знали, що сталося таке. В лікарні теж, це тільки на нашу вимогу, це вже пройшло, коли майже о 21-й стався замах, і десь о 2-й годині ночі ми сказали, там кількох поліцейських були, сказали, ви надаєте охорону Олегу Михайлику, так як є небезпека у його життю. Вони так на нас подивилися, знаєте, що ви таке взагалі говорите. І саме тиск на них, що давайте дзвоніть, давайте викликаєте сюди охорону, подіяв і приїхали через півгодини автоматчики і чергують там. Вывод можно сделать следующий, пока правоохранители бездействуют, жертвой може стать любой із нас. Остаться без крыши над головой пришлось жильцам дома на польском спуске. На нього упало огромное дерево. Департамент городского хозяйства не позаботился о предоставлении временного жилья. Дом номер один на польском спуске, постройки ще с царских времен. І так держаться каким-то чудом. А тут ще в ночь на воскресенье рухнул огромный тополь. Спасиба нашим предкам-строителям. Несущая стена выдержала. В три часа ночи вот це случилось. В четырех часів ми викликаємо служби. МЧС. МЧС на Зелентрест. В общем, у нас вчера було целий день. Приходили все служби, фотографували, разворачивались, уходили. Третий раз позвонила в МЧС. Приїхав представитель сюди. Увидел, що у нас там в квартире щели. Руку можна всунути. І викликав всі служби. Нічого не получается. Ушел, сказав, на первом, втором этаже, чтобы никто не находились ночью. І утром приєдуть эти служби. Никого нет. Жильці давно предвидели опасность і обращались в Горзель-Інтрест. Там, як всегда. І самі нічого не роблять, і другим не позволяють. Хотіли його спилить, вони сказали, що воно зелене, і ми не спиливаємо. А самі, якщо спилить, і будете платити штраф. Ночевали жильці. Кому, де, удалось устроитися. Як буде далі, непонятно. Дерево може пролежати ще довго. Вместо бригади спасателей з технікой його разрізають маленько ручною пилою два роботника Зелентреста. В домі живуть нескільки жінчих дворників. Мерія не потрудилась предоставить даже їм временне жилье. Для городських чиновників ці люди существують, тільки коли треба підмітати вулиці. Ми тут всі дворники. Ми тут всі. Всі дворники, люди добрі. Кажуть, допоможіть нам. Поможіть, будь ласка. Ми тут не приписали нічого. Ми тут ніхто. Ви понимаєте? Ми ніхто. І нас вигонять. Що-небудь увольняємо. Виходьте, куди нам вти? Ми зносимо все. Виходьте, куди? Я пішла до страшного. Його спросила. Він каже до мене. Звідки приїхали? Туди і їжджайте. А хто ж не заметати? Не такі самі приїдуть, як ми. Как говорят верні соратники і прислужники нашого мера, доверяй делам. Вот вони – дела заботливих отців города. Таке у них представлення о європейськом пути развития. Александр Виноградов, Андрей Тереченко, телекомпанія «Круг». Неудовлетворительна работа Департамента коммунального хозяйства по подрезке деревьев привела к остановці трамвайного движення. Во время сильних порывов ветра обломились і упали ветки на контактну сеть 5-го і 10-го маршрутов на Французьком бульварі і ул. Цхакарабина. Крупні ветки падали на дорогу на Ришельєвській і рекордний. Повреждені легкові автомобіли. Найти, задержати і привлечі к відповідності всіх, хто займаються незаконною продажою пиротехнічних ізділів, в очередной раз пообіщали в Одеській мэриї. Разрішити цю непосильну для нашої власні задачу поручили Департаменту муниципальної безпасності. По порученню самого Геннадія Труханова, Департамент муниципальної безпасності при участиї роботників Государственої служби по всезвичайным ситуациям і поліції організував встречу з руководителями предприятий, імеюючих ліцензію на проведення фейерверків. Об її итогах доложили на апаратному завіщанні. Якщо підприятия проводять пиротехнічні мероприятия легально, на основі ліцензії, який смысл давати їм ценные указання? Опасність представляють лівая торговля і незаконне использування пиротехніки. То і другое у нас процветає. Пиротехнічних засобів на об'єктах стихійної торговли. Для прикладу, 13 вересня під час проведення перевірки на одному з об'єктів в нестановлених містах було вилучено 486 одиниц пиротехнічних виробів на загальну суму 7790 гривень. Так, 22.09. близько 23.05. Мешканці вулиць Говорова, Армійська, Сегецька налякала серія потужних вибухів, що тривала до 15 хвилин. Компції по непримиримій боротьбі з незаконною торговлю пиротехнічними у нас объявляють каждый год. І точно так же каждый год по всему городу торговці совершенно свободно расставляють лотки і получають прибыль. А с ними і те, хто этот бізнес крышує. Потім во всіх районах роздається канонада і дрожат стекла. При желанні незаконний бізнес можна було б давно прикрыть і наказывать за нарушення правил использування пиротехніки. Покажемо одні стандартні обещання. Одеська мэрия внезапно озаботилась проблемою отсутствие остановочних комплексів. Вдоль трамвайних путей стали появляться новые конструкції. І сразу стало понятно, що устанавливаються вони, що називається, для галочки. Дело в тому, що о комфорте горожан городська власть знову забыла. Нові остановочні комплекси, о которых так любить говорити городська власть в рамках непрерівного благоустройства, делаються, мягко говоря, для галочки, а не для людей. Казалось бы, остановки в першу очередь должны быть функціональними і выполнять свою основну задачу – делать процес ожидання транспорта пассажирами максимально комфортним, хотя бы, например, защищать от непогоды, чого, увы, не скажеш о новоделах. Да і о якому комфорте може йти речі, якщо людям даже присесть не на що? Як думаєте, от дождя защитить? Ну, якщо зонтик зонтик взяти, то да. От ветра і от дождя спрятатися тож нет никакой возможности. На некоторых остановочних комплексах є варіант посидіти на скам'єчці, але без навеса. Тобто, вибор невелик. Либо ти сидиш і мокнеш в случае дождя, либо ти стоїш і, в общем-то, тож мокнеш, так як під таким навесом і от дождя не спрячешся. В скам'єчці немає? Ну, немає скам'єчки. Удобно, неудобно, значит? Пока сидеть на этом нормально, але це ж треба скам'єчки ще. Со всіх сторон ветер і дождь буде, якщо не буде закритою. В общем, ні комфорт, ні безпасність одеситів городську власть не волнуют. Здесь, в первую очередь, важны совсем другие показатели. Освоят как можно больше денег под предлогом заботы об одеситах. Долг одеситов за водоснабжение и водоотведение достиг уже 150 млн грн. А текущие платежи оплатили только половина горожан. Инфоксводоканал вынужден идти на крайние меры. Ограничивать услуги даже от 100 грн долга. Итак, рейд по неплательщикам вместе со службой КРОД. Героев КРОД 2-3. Обычная пятиэтажка на черемушках. Ничем не примечательная, ну кроме как количеством абонентов, которые задолжали Инфоксводоканалу за потребленную воду. Здесь этих самых должников 5 человек. Суммы у всех разные. Стартует от 500 грн. На все уведомления абоненты не реагировали. В результате пришлось задействовать систему КРОД. Сумма задолженности абонентов составляет в пределах от 500 и выше грн. Вот возьмем, к примеру, сумма долга составляет почти 600 грн. Последняя оплата абонента производилась еще в мае месяце. Но прежде чем приступить к ограничению доступа к канализации, сотрудники Инфоксводоканала после неоднократных предупреждений пытаются пообщаться с должником. На этот раз с хозяйкой квартиры должника встретились прямо в подъезде. Она сразу заявила, что долг погасит в течение часа. Хорошо, я вчера заплатила, сейчас пойду, сейчас заплачу. Представитель Инфоксводоканала признается, зачастую так и бывает, абоненты ждут до последнего и только когда в их дверь уже постучали, сразу бегут все оплачивать. Пока хозяйка одной квартиры побежала в банк, бригада крота уже стучится к следующему должнику. Здесь предпочли дверь не открывать, но это не значит, что ограничения нельзя будет произвести. Абонент был предупрежден, но на контакт не идет. Все делается довольно быстро, а главное, что без доступа в квартиру. Теперь, чтобы возобновить услугу по водоотведению, абоненту придется оплатить не только всю сумму долга, но и расходы на подключение. А это не менее 2400 гривен. После полной оплаты погашения долга всего и также погашения услуг за растампонировку, приезжает бригада на основании этих погашенных квитанций и производит растампонировку. День у нас где-то до 20 выездов, до 20 должников. У нас по городу работает очень много бригад с утра и до позднего вечера. Ежедневно отрабатываем должников в пределах до 100 абонентов. Ужесточить борьбу с неплательщиками «Фоксфотоканал» был вынужден после того, как долг населения достиг рекордной цифры в 150 миллионов гривен. А ведь эти деньги нужны для оплаты электроэнергии, реагентов, горюче-смазочных материалов, да и в целом для нормальной работы предприятия. В противном случае сложно будет гарантировать бесперебойную подачу воды и ремонт сетей. Кроме того, что процент оплаты на сегодня составляет лишь 50%, так еще некоторые одесситы идут на хитрость, сдают квартиры, где прописан один человек целым семьям. При этом устанавливать водомер не торопятся. Водоканале предупреждают, в случае выявления будет произведен перерасчет. Заявка подается в обонадел, где производится перерасчет. И сумма долга уже не та, которая имеется на сегодняшний день, а увеличится в 2-3 раза. А может и больше. Там происходит расчет за три последних года. В сентябре водоканалу уже пришлось ограничить порядка двух тысяч должников. И это еще не предел. Многочисленные бригады крота работают ежедневно до позднего вечера. И, как уверяют в инфокс водоканале, крот придет каждому неплательщику, независимо от суммы долга, в случае его непогашения. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию синоптиков о погоде. А я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 25 сентября в Одессе переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11, днем 16-18 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова